Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 1 июля, день Леонтия, назван в честь святого мученика Леонтия. Он был родом из Греции, высокого роста, сильный и мужественный. Отличался храбростью в сражениях, в которых одержал много побед. Среди воинов пользовался известностью и уважением. За отказ принести жертву ложным богам был взят на мучение. Было приказано его сильно бить четырем слугам. Они били его до тех пор, пока не устали. Но Леонтий был тверд в своей вере. Тогда было приказано забить его насмерть. Июль месяц. Июль месяц называют макушкой лета. Это самое жаркое время года. Полезны купания в открытых водоемах. Старайтесь как можно больше отдыхать на свежем воздухе. При этом принимайте солнечные и воздушные ванны с умом. С 11 часов утра и до 17-18 часов лучше пребывать в тени. Больше ешьте овощей и ягод. Это время наиболее полезно для лечения ягодами. Земляника, черника и другие. Не пропустите. Все ешьте. Собирайте целебные травы, которые к этому времени набирают наибольшую целебную силу. В народе этот день был известен как Ярилин. Было принято собирать душистые травы и пить из них чай. Наши предки с помощью травяных чаев лечились от самых различных недугов. Сегодня проводятся обряды, связанные с поклонением Ярилы, Богу Солнца, жизнедателю. Также считалось, что сегодня возможны самые невероятные и сверхъестественные явления. Например, солнце замедляло свой ход и открывался потусторонний мир. Для того, чтобы увидеть это, надо заплести крепкие березовые ветки косу и посмотреть через них с крутого берега над рекой. Говорят, что можно увидеть близких, которые пропали без вести. По вечерам народ собирался возле костров, водили хороводы, устраивали игрища, кулачные бои, пляски. Приметы. Если в июле можно повесить ведро на молодые рога месяца, быть в суше. Если ведро падает, не держится на рогах, дождю. Зеленовата окраска луны к сильной жаре. На ближайшем стриме мы с вами такой вопрос обсуждали. Вернее, мы его слегка коснулись. Вот дети, ну буквально-таки грудные дети, уже болеют какими-то серьезными заболеваниями. В некоторых случаях даже смертельными. Вопрос, почему это происходит? Это какой-то грех. Они успели заработать. Когда тогда не успели заработать, тогда вопрос. Человек только что родился, и вот на тебе уже. И уже он болен. Причем болен смертельно. Или там через год, два, три, пять. Как это так? Почему это происходит? За грехи родителей, за свои грехи. Тут такие как бы споры. И тем более прозвучал такой как бы вопрос. А что вот ребенку сказать, что это болеешь за грехи. Я от этого ответа не ухожу. У меня свое мнение, у каждого свое мнение. Но! Существует вот такая интересная фраза. Без божьего изволения и волос заловый человека не упадет. Если же имеется какая-то серьезная болезнь, вообще вот она имеется. Не обязательно у детей. Значит, что-то должно быть такое серьезное, что послужило этому причиной. Остается подумать, что это за причина и устранить ее. Если мы ее устраним, значит и болезнь рассыпется. Если не устраним, то, увы. Вот такой вот. Подумайте сами над этим. Без воли Господа. Ни один волос не упадет с головы человека. А если случилось какое-то заболевание... Здравствуйте, Зинаида Петрович! Доброго здоровьица! А что это у вас, вот это вот? Это камера такая, я снимаю. И если случилась вот такая вот серьезная штука, как болезнь, тем более смертельная, значит, имеются какие-то веские причины, чтобы это возникло. Но мы их не видим и думаем, что вот откуда они взялись. Ну вот, подумать, откуда они взялись. И, кстати, вот говорить, что существуют жизни... Это не я говорю. Это давным-давно уже было рассказано. Если так человек более-менее покопается там в том же интернете, он найдет кучу рассказов, кучу книг о том, жизнь после жизни, жизнь после смерти, там разные вариации. И если сам человек как-то это не ощущает, то ему бесполезно что-то доказывать. Он просто это не понимает, не знает, не ощущает, уперся и все, я не знаю, что-то такое, личность, мычность и так далее. Поэтому тут бесполезно. Вообще, в некоторых случаях бесполезно что-то объяснять, пока человек сам к этому не придет. Если он, конечно, рассуждает. То есть он имеет, как говорил Константин Бутейко, такое причинное мышление. То есть задает вопрос, почему, отчего, откуда все это там такое. Следствие, причины, ищут, связи. Тогда что-то получается с таким человеком. А так бесполезно ломать луки и копья на эту тему. 28-е лунные сутки. Ввиду того, что аналитика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяют с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которые несет этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Все должно идти легко и радостно. Доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеститесь ко всему, что вам приснится серьезно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok